МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярском крае проиндексирован мат-капитал. С ноября этого года размер краевого материнского капитала составляет 125 172 рубля. Был избран Адаменко Юрий Степанович, возглавил комиссию по экономической политике, по социальной политике, возглавил комиссию Нижелая Нина Георгиевна. Депутаты Каннского района встретились на второй внеочередной сессии. Основные вопросы – утверждение составов постоянных комиссий и избрание их председателей. Страшно было. Чужое поле, чужая атмосфера. Все свои, и мы такие, Красноярская, единственные представляем в своем лице. Но много сложностей было. Все-таки результат неплохой. Сразу три победы за 10 дней. Команда «Хэппи-фит» вернулась со всероссийских соревнований в Тюмени, следом покорила красноярское жюри. Еще одна гордость команды – старший состав «Хэппи-фит», который занял первое место на новом фарватере. И теперь обо всем подробнее. По сообщению Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период до 19 ноября в Каннске и Каннском районе местами ожидается температура воздуха ночью от минус 33 до минус 43, днем от минус 27 до 33. Предстоящие морозы в первую очередь отразятся на работе образовательных учреждений города. Здесь вводятся актированные дни. Это дни, когда ребенок может не посещать занятия. Согласно положению, дошкольники и ученики начальных классов могут остаться дома при температуре минус 35 градусов, а ученики пятых 11 классов при температуре от минус 38. Если родители все же отправляют своего ребенка в школу, его необходимо сопроводить по дороге в учебное заведение и обратно. Занятия в таком случае проводятся для него в соответствии с учебным планом. Одним из ориентиров – это информация, которая появляется на пятом канале. При этом мы должны понимать, что у нас город не очень маленький, поэтому в разных районах города могут быть разные температурные показатели. И здесь можно ориентироваться на температуру, которая у вас в том или ином районе. Серьезные морозы еще на подходе, а медиками уже зафиксированы первые случаи обморожения. Еще в октябре второй пункт был доставлен мужчина с обморожением. Впоследствии ему пришлось ампутировать ноги. Таких серьезных последствий удалось бы избежать, если бы не алкогольное опьянение. Врачи говорят о том, что 90% всех случаев связаны с употреблением горячительных напитков. Человек, который не алкогольное опьянение, он все это чувствует. Это начинается чувство не менее в пальцах, похолодания пальцев, боли появляются. Он сразу реагирует на эти вещи. Он начинает понимать, что это имеется уже воздействие нижней температуры. А в алкогольном опьянении человек этого не чувствует. И процессы там идут. Ну, скажем, стирается клиника за счет того, что имеется алкоголь коровей. По прогнозам синоптиков, морозы придут в наш город уже в ночь на четверг. Столбик термометра опустится до минус 33. Днем потеплеет лишь до 31. В пятницу похолодает еще сильнее, до минус 37 ночью и 35 днем. В выходные сохранится такая же погода. Снег и местами умеренная метель, а также порывы северо-западного ветра 13-18 метров в секунду будут сопровождать низкие температуры. К другим темам. В администрации Каннского района прошла вторая внеочередная сессия райсовета. На заседании были рассмотрены вопросы об утверждении составов постоянных комиссий и об избрании их председателей. Также депутаты пригласили жителей района поучаствовать в публичных слушаниях по обсуждению бюджета. Евгений Гомзюков сообщит подробности. Открыл заседание председатель районного совета Владимир Костюков. Он рассказал о первых итогах совместной работы депутатского корпуса. По словам председателя, в Совете депутатов сформирован план взаимодействия с жителями района, в который вошло проведение ряда мероприятий. Встреча с населением, приемы по личным вопросам, сходы граждан, плановые выезды в территории, посещение депутатами районных и краевых мероприятий. Кроме этого были утверждены списки участников и председателей постоянных комиссий Каннского районного совета депутатов. Был избран Адаменко Юрий Степанович, возглавил комиссию по экономической политике, по социальной политике, возглавил комиссию Нижелая Нина Георгиевна. В состав комиссии по экономической политике вошли 16 депутатов, по социальной политике 18 человек из числа присутствующих. Также депутатами были проанализированы наказы избирателей, высказанные в ходе предвыборной кампании, на которые парламентарии будут ориентироваться при формировании районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Народные избранники готовят предложения по внесению некоторых изменений в документы, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в районе и качестве жизни населения. 3 ноября в Каннский районный совет депутатов главой района Александром Заруцким внесен подготовленный администрации проект бюджета. Парламентарии приступили к изучению главного финансового документа. На 24 ноября назначены публичные слушания по бюджету Каннского района. Время 11.30, могут присутствовать все желающие, высказать свое мнение, поприсутствовать. Итоги данного обсуждения будут отражены в резолюции и учтены депутатами при принятии решения по данному вопросу на сессии в декабре. Очередная сессия Каннского районного совета депутатов пройдет 22 ноября, на которой будут рассмотрены вопросы жизнедеятельности района. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. В Красноярском крае проиндексирован мат-капитал. С ноября этого года размер краевого материнского капитала составил 125 172 рубля с учетом индексации. Краевые выплаты действуют с 2011 года и первоначально сумма составляла 100 000 рублей. Но каждый год она индексируется. За 6 лет действия закона о краевом материнском капитале выплаты получили уже 27 552 многодетные семьи. Напомним, в регионе одновременно работают две программы финансового поощрения семей с детьми. Это федеральная программа материнского капитала, действующая на всей территории России, целью которой является улучшение демографической ситуации в стране. И региональная субсидия, направленная на улучшение качества жизни семей, имеющих трех и более детей. Краевыми средствами можно распорядиться сразу по нескольким пунктам. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, на получение образования, на приобретение технических средств реабилитации, транспортного средства автомобиля, на ремонт печного отопления электропроводки, а также на получение 12 000 рублей в год. Наиболее востребованными являются на улучшение жилищных условий и денежная выплата 12 000 рублей в год. Узнать размер остатка маткапитала, если ранее средства были частично использованы, можно на сайте Министерства социальной политики Края в разделе «Онлайн-услуги». Что касается федеральных выплат многодетным семьям, в этом году индексации материнского капитала не произошло. И в 2017 сумма тоже останется прежней – 453 026 рублей. Кроме того, предлагается заморозить размер выплат до 1 января 2020 года. Правительство России уже одобрило соответствующий законопроект. Заморозка предлагается с учетом финансовой и экономической ситуации в России. Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. Они пройдут 18 и 19 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях страны, в том числе и в Канске. Всероссийская акция приурочена к проходящей кампании по уплате имущественных налогов в 2016 году. В Дни открытых дверей прекрасная возможность получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов. Кто должен уплачивать имущественные налоги? Какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании? Какие права и обязанности у налогоплательщиков? На эти и другие вопросы помогут ответить сотрудники налоговых органов. Уважаемые налогоплательщики, мы ждем вас по адресу город Канск, улица 40 лет Октября, 60, строение 21. В рамках мероприятия все граждане могут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В пятницу, 18 ноября, прием осуществляется с 8 до 20 часов. В субботу, 19 ноября, с 10 до 15 часов. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Школа номер 5 празднует 30-летие. Сегодня в учебном заведении прошли открытые уроки. Выставка художника Андрея Груздикова открылась в выставочном зале. На полотнах художника каждый может увидеть близкие сердцу места. Команда «Хэппи-фит» вернулась со всероссийских соревнований в Тюмени. Следом покорила красноярское жюри. Эти и другие новости подробнее через пару минут. Не переключайтесь. Полезная газета «Пятый канал». Новости, аналитика, интервью. Программа передач самых популярных телеканалов. Розыгрыш билетов в кино и театр. Покупайте полезную газету в киосках Роспечати, магазинах города и редакции «Пятого канала». Полезная газета. Издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. В «Кари Китс» вы можете оформить рассрочку на любую покупку. Быстрое оформление, легкое погашение и никаких переплат. ООО «Кари Финанс». Полные условия уточняйте у сотрудников магазинов. «Кранск», 40 лет октября 62, строение 4 ТЦ «Порта Тур-2». Меховые традиции. Примерьте новую шубу. Станьте королевой этой зимой. 16 и 17 ноября в городском Доме культуры. А вы готовы к наступлению холодов? Меховой салон «Вагира» приготовил для вас яркую модную коллекцию дубленок. Для любого возраста, стиля и размера. Небывалые скидки. До 50% на все дубленки. Приходите. «Вагира» любит и ждет вас. Красноярский край – одна из самых масштабных строительных площадок в России. За год в крае сдали более 20,5 тысяч новых квартир и 15 культурно-оздоровительных комплексов. К универсиаде 2019 года возводится 12 новых спортивных объектов. Построено 27 новых детских садов. Возводятся перинатальные центры Вачинский и Норильский. В Красноярске открыли 4-й мост через Енисей. И строится новый аэропорт. Развитие края на благо людей. Я очень люблю гулять на улице, кататься с горки, играть в песочницы. Только всего этого в моем дворе нет. Мама говорит, это потому что некоторые взрослые не хотят платить налоги. А вот если бы вовремя платили, тогда наш двор и наш город были бы самые красивые. Как на картинке. Платить налоги должен каждый. Это знают даже дети. Погласен, я вот такой был. Ну что, мужики, сулов? Нет, мужики, сулов. Я потом. А сейчас чайку. А чё чайку? Да чё? Да просто в прошлом году история приключилась. А дальше-то что? А дальше? Руки раскинул. Аккуратненько ногу на льдину забросил. И пополз туда, откуда пришёл. Хорошо, что в своё время научили. Ну тогда мы тоже чайку. А за улов потом. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В этом году школа номер 5 отмечает 30-летие. Сегодня учебное заведение распахнуло двери для коллег-педагогов из других школ Каннска. Очередным в списке юбилейных мероприятий стал открытый методический день. Учителя делились своим опытом в направлении развития проектной деятельности. Обязательная проектная деятельность – требование новых профессиональных стандартов, которые вступят в силу уже 1 января. Именно своими наработками в этом направлении решили поделиться педагоги пятой школы с коллегами в рамках открытого методического дня. Представили лучшие проекты и практики. Коллектив школы номер 5 решили провести апробацию некоторых элементов проектной деятельности. Разработали для себя план непрерывного повышения квалификации педагогов. Вернее, программу непрерывного повышения квалификации. Где четко прописали, кто и чем должен, на каких этапах, кто и чем должен обладать, какими знаниями в проектной деятельности. Уроки, внеурочные занятия, мастер-классы. Гостям предложили посмотреть, как эта работа строится в пятой школе. Вовлечены все, от малышей до старшеклассников. Четвертый класс разрабатывает проект по обустройству школьного двора. Десятый и одиннадцатый стараются привить сверстникам любовь к чтению, создавая специальные видеоролики. И знаете, что хотелось бы отметить, что у них совершенно разные произведения. Азори здесь тихие и, например, гранатовый браслет. То есть это та классика, которая позволяет показать, что наша молодежь, в принципе, готова принимать, воспринимать все хорошее, все, что есть у нас в нашей классической литературе. И хотелось бы отметить первые классы. Это совсем наши юные обучающиеся, но они тоже включаются в эту деятельность. Пусть у них еще не проект, а проектная задача, но в неурочной деятельности они обучаются тем необходимым навыкам, умениям, чтобы потом работать уже в настоящих проектах. Возможно, кое-что из опыта коллектива школы номер пять возьмут на вооружение учителя других школ. Ну а завершится череда праздничных мероприятий 25 ноября большим концертом в городском Доме культуры, где юбиляры будут рады видеть и коллег, и выпускников, и всех без исключения жителей Каннска. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Хорошо, спасибо. Юбилейная выставка картин местного художника Андрея Груздикова, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Канском, открылась в минувшую субботу в городском выставочном зале. На полотнах художника каждый может увидеть знакомые пейзажи и близкие сердцу места. С юбиляром пообщалась наша съемочная группа. На юбилейной выставке художника Андрея Груздикова, посвященной его 50-летию, собрались десятки гостей, коллеги, друзья и постоянные посетители городских выставок. Все спешили поздравить юбиляра не только с днем рождения, но и с открытием этой грандиозной и обширной экспозиции. Таланту художника даже посвящали стихи. А зябли обнаженные березы, Ложился снег на желтые госты, И с сауна узор глядут морозы, Смотрели все, почувствовал мешки. Свою творческую жизнь Андрей Юрьевич постарался представить на одной выставке. Здесь собраны работы, написанные масляными, красками, акварелью, углем и другими материалами. В основном, конечно, это живописные пейзажи, а также портреты и пленерные зарисовки. Всего больше 150 работ. Размещать, конечно, было сложно. Когда Андрей Юрьевич их привез к нам сюда в зал, поработал художник над экспозицией. То есть нужно было соблюдать и хронологию, чтобы те работы, которые еще в самом начале, ранние работы художника, их нужно было в начале экспозиции расположить. То, что позже, это уже дальше по залу. В общем-то, соблюдался и цветовой принцип, и по форме. Как и у многих художников, увлечение Андрея Груздикова родом из детства. Он закончил Каннскую художественную школу и художественное училище имени Сурикова. Некоторое время работал в Каннском драмтеатре. Этому периоду также выделена часть выставки. На данный момент он уже 26 лет учит детей в Чичиульской детской школе искусств. И на уроках часто берется за кисть вместе с ними. Каждая работа автора несет определенные эмоции. Одна из любимых картин – «Зимняя яблоня». Да и это время года художнику импонирует больше. Давненько написано. Это как бы вид из дома моих родителей, из окна моих родителей. Уже прошло несколько лет, уже этой яблоней нет. Но этот вид мне напоминает как бы и о годах детства, когда она еще была, эта яблоня, и соседняя улица как выглядела. То, что дома-то все время идет, дома меняются, вставляются окна пластиковые, вид уже все меняется. А вот память на картинах остается. На создание картины уходят часы, порой даже дни и недели. Чтобы сохранить в своих работах самобытность и ценность скоротечного момента, художник старается творить исключительно с натуры. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Команда «Хэппи-фит» вернулась с наградами с соревнований федерального и краевого уровней. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике прошли в Тюмени 6 и 7 ноября. Взяв там серебро и бронзу, девочки отправились завоевывать Кубок Красноярья. И в столице региона завоевали уже все три комплекта наград. Подробнее о достижениях наших земляков в сюжете Ольги Величко. На соревнованиях федерального уровня девочкам из команды «Хэппи-фит» выступать уже доводилось. В прошлом году они покоряли Москву и стали пятыми. В Тюмень спортсменки отправились двумя составами – средняя и старшая группа. Девчонки представляли не только город Канск, но и весь Красноярский край. Страшно было. Чужое поле, чужая атмосфера. Все свои. Мы такие Красноярские край единственные представляем в своем лице. Но много сложностей было. Все-таки результат неплохой. Хотелось бы, конечно, первое место, как и всегда. И тем не менее результат порадовал. Средние девочки стали бронзовыми призерами. Старшая группа завоевала серебро. Большое спасибо нашему тренеру Алине Юрьеву за то, что она вкладывает в нас много терпения, сил, помогает преодолевать как физические, так и эмоциональные нагрузки. Спасибо нашим родителям за то, что всегда верят в нас и поддерживают во всем. Мы очень гордимся нашей средней группой. Они выступили достойно на соревнованиях, заняли второе место на высоком уровне. Уровень, конечно, в Тюмени был очень высокий, потому что мы первый раз ездили на такие соревнования такого уровня. Очень волновались перед выходом, потому что такой большой зал, много людей, такая напряженная атмосфера, все тренируются, все команды красивые. Ну и, конечно, не хотелось не отличаться от других команд, а тоже выйти достойно. Эмоций получили очень много. Заряжались. Зарядившись эмоциями на федеральных соревнованиях, девочки, не передохнув и недели, отправились покорять столицу нашего региона. В Красноярске выступили все три состава. Несмотря на усталость, старшая группа завоевала золото, среднее серебро и бронзу взяли младшие. Третье место на Кубке Красноярского края по фитнес-аэробике – первое серьезное спортивное достижение для малышей. Выступили хорошо, команд было много, и я рада, что мы хотя бы третий место заняли. Команда «Хэппи-фит» завоеванных позиций сдавать не намерена. Девочки готовы достойно представлять наш город на соревнованиях различного уровня, будь то краевые, турниры Сибирского федерального округа или всероссийские состязания. «Хэппи-фит» – город танцев! Ольга Величко, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. 12 ноября в столице региона прошел чемпионат Красноярского края по борьбе с самбо в Академии борьбы имени Дмитрия Миньяшвили. В соревнованиях приняли участие несколько сотен борцов из разных территорий Красноярского края, в том числе и спортсмены из Канска. Чемпионом весовой категории до 100 килограммов стал Александр Певнев, серебряным призером студент технологического колледжа Сергей Кудреватых. В категории до 68 килограммов победил Илья Чураков, также студент технологического колледжа. Весе до 90 килограммов бронзу завоевал Илья Яблонский. Такие соревнования в первую очередь дают положительный опыт, а также стимулируют спортсменов на достижение новых результатов в борьбе. Тренируются спортсмены под руководством тренера Александра Леджи. Кроме этого, Константин Крупский, выпускник Каннской спортшколы «Олимпийц», принял участие в двух соревнованиях в Москве и Смоленске. Московские соревнования являются отборочным этапом на турнир по джио-джитсу в Абудабе, который пройдет весной 2017-го. Константин в своей возрастной группе занял первое место, чем обеспечил себе путевку в Объединенные Арабские Эмираты. На смоленских соревнованиях самбиз завоевал бронзу в своей весовой категории. Далее подробный прогноз погоды на четверг. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Татьяна Лисогор. Ежегодно в 3-4 ноября в ряде стран мира отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. И цель Международного дня – способствовать снижению распространения табачной зависимости, чтобы спасти как можно больше жизней. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok